так это у нас только что приехавшие карпики вот они высажены это вуалевые карпы вот они по дну так жмутся прячутся и боятся прошлого только-только-только вот они осваиваются вот вуалевые карпики кстати очень приличная расцветка вуалевые обычно бывает похуже а тут у них прямо окраска как у нормальных кои вот и в то же время длинные перышки то что это не золотая рыбка понятно что них есть усики и немножко другая форма спинного плавника вот ну вот ну посмотрим как завтра они наверняка уже будут вести себя более раскованно вот стоят вот так а теперь переходим к простым карпам тоже они у нас просто в другом месте посажены идем 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 это простые карпы невуалевые в принципе они похожи с теми вот эти даже уже более раскованно стали плавать в принципе принципе неплохие гладкие хорошие рыбки не тощие ничего надо шучить что они не ели наверное дня 4 по крайней мере потому что их не кормят перед отправкой сегодня мы их тоже не кормили вот завтра мы еще сделаем паразитологическое исследование посмотрим кто на них на живет сейчас они сидят отдельно и прежде чем они поедут в наши вот купели из которых у нас торговля они пройдут тут мед осмотр и какие-то обработки если надо будет это делать но я думаю что надо потому что всегда это надо обычно вот мы это завтра увидим то но сегодня я их уже трогать не хочу посмотрим вот такие рыбки вот они там друг за дружку они прячутся вот а сейчас мы будем уже отсиженных больших карпов переносить в наши торговые аквариумы в магазин это будет шоу потому что карту потому что огромные машины и работать с ними сложно вот они большие у нас тут есть знаменитый карп мацуба красивый вот я их боюсь оттуда сачки вытаскивать у нас даже из очков подходящего размера нету поэтому сейчас попробуем сделать такой финт через мешок это вынуть сейчас тогда еще ведерочка подготовим и сачок возьмем да тут у нас грузы всякие потому что они прыгают сейчас мы реализуем такой план а так что уникальные съемки ловля карпов так ждем чтоб успокоилась и быстренько у меня навыки то хорошие с этим делом все вуаля Музыка Каждая чешуинка с такой вот оторочкой Так, ну вот мы их вот принесли Сфоткали в красивом голубом тазике И теперь нам их опять надо сгромождить в аквариум Ответственное дело Дай бог, чтобы не выронить Вот, ну мацуба, конечно, очень хорошая Да эти тоже, в общем-то В общем-то симпатичные Итак, ну что, собираем Аккуратненько Аккуратненько Первый пошел Вот, вот его цвет на самом деле В принципе, ему, конечно, мать-ня большая Ну не вытолкнуться Этот самый буйный, мне кажется, из всех Мне важно, чтобы он не треснулся о переборку По ходу дела Вот он хорошо сверху идет Ну что, сейчас принесем еще тогда Вот, этот сверху хорошо очень смотрится Самки, конечно, полные Но устроим нерест У нас там система фильтрации В принципе, достаточно готовая Так, немножко я лестницу поставил Хотя ничего Этих я через сачок боюсь Уж больно мы большие Уж больно А, тогда нам Если я через Через пакет Тогда ведро воды не понадобится Ну, сейчас посмотрим, как С ведрами-то В экзамене хорошо Поэтому не страшно Вот Сейчас надо очень деликатно Уговорить рыбочку Зайти в пакетик Вот Через сачок я боюсь Потому что она тяжелая самка И кореная Эти все сачки такие Квеленькие Она погнет просто ручку Вот Вот так вот Выгоняем аккуратно Вот Заводим Сейчас мы развернемся И в пакет мы должны зайти Не хотим в пакет заходить Сейчас завернем получше По шире откроем Дело Дело Непростое Это дело Непростое Вот В сачок мы зашли лучше Чем В пакет Но я не хочу Через сачок Вот так вот Вот Отсюда Мы уже не выскочим Так Ну он тяжеленький Получается Не хочу я так Опля Вынимаем Опускаем И вот тут у нас Все хорошо Из этого Пакета Выпрыгивать тяжело Так Одна осталась Водичкой Наполняем Не надо Чтоб пакет Расправился Хорошо Нет В принципе Это такой способ Достаточно Ущадящий Потому что Она и не обдирается И ничего То есть Она в этом полиэтилене Так Сейчас мы завернем ее Отсюда Туда надо Ты зараза какая Понимает Где полиэтилен Я думал Что она нырнет У меня из сачка Хотел ее обмануть Таким образом Нырять можно Только в сачок Только в мешок Вот так Вот Вот Правильной Правильной дорогой Идем Товарищи Опля Все Вуаля Товарищи Товарищи На кассу Сразу Несем Покупатели Есть Вот Касса Вот Карп Вот Ну вот Да Это рыба Да Причем Рассветки Разные У нас получится Такой Такой Так А там тоже Мальчик Похоже Ага Там мальчик У нас Так что Все тут у них Будет хорошо Аккуратно 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 Заводим Девушку Оп Все Все На кассу Запоминаем Куда Куда Надо Ити Вот Ну вот Ну и наверное Тех Все-таки Из аквариума Выставочного Тоже Мы сюда Конечно Понятно Что в купеле Они чувствуют Себя Несравненно Лучше Привет Всем Говорит И показывает И работает С рыбой Экзаменю Ну Начнем Мы С рыбки Значит Прудовой Вот Потом Еще Покажем И немножко Аквариумный Такой Такой И Может Быть Еще Даже У нас Получится Ужастик Но Это Посмотрим Мы Еще Пока Не Примеряли Получится Он Это У нас Карпики Кои Подросточки Вот Такие Очень Хорошенькие Вот Сейчас Мы их Просто В торговый Аквариум Посадим Вот Временно Какое-то Вот Посмотрим Как они Сбоку Значит Выглядеть Вот У нас Вот Хотя Конечно Карпы В общем-то Сверху Смотрится Получше Вот У нас Там На Наши Купели Рыбоводные Другие Виды Есть Так Что Эти Пока Посидят Здесь Ну Пересаживаем Сочечки Тоже Мы снимем Вот Какие Лапочки Это Две Самочки У нас Солненькие Так Быстренько 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 Ладно Здесь Мальчик Девочка Мальчик Точенький Девочка Прямо Такая Полная Сейчас Они У нас Тут Нерест Устроит В лучших Традициях Экзаменюшных Уже Прошли Карантин Пролеченные Аккуратненькие Очень Такие Прямо Вот Чистенькие Перышко Перышко Сейчас Девочка Тоже И Наверное Два Мальчика А вот Этой Не Очень Понимаю Кто Наверное Девочка Такие Все Сели На Новое Место Вот Эти Рыбки У нас Уже Давно Они Такие Все Аккуратненькие Ничего Особо Не боятся Плавают Хорошо А сейчас Мы Пойдем И Посмотрим На Тех Которых Мы Только Вчера Получили И Соскоп Сделаем С ним И Посмотрим Что Живет На них Вот У нас Вчера Полученные Карпики Вот Они Уже Заплавали Хорошо В принципе Достаточно Веселенько Они Вот Смотрятся Но Но Все Равно Для Порядка Надо Соскобы Делать Обязательно Чтобы Понять Может быть Там Есть Сосальщики Может Кости Может Вместе Все Правда По их Внешнему Виду Не Похоже В принципе Рыба Блестящая Гладкая Вот Вот Ну Посмотрим Какого Больше Ну Посмотрим Так Вот У нас Слизь На Стеклышке Это Стеклышко Называется Покровным Сейчас Идем К микроскопу Положим На На Предметное Стеклышко И Попробуем Микроскопировать Что там Мы Сможем Увидеть Так Вот Предметное Стеклышко У нас Вот Тут Довольно Много Слизи Вот Прикладываем Вот И Под Микроскоп Вот Вот Это Слизька Под Микроскопом Мокренькая Там Водичка У нас Катается И Не Видимо Ничего Ну Что С Одной Стороны Конечно Это Хорошо А с Другой Стороны Хотелось Показать Страшных Паразитов Вот Но Мы Никого Не будем Из этих Рыбок Убивать Там Зарезать На Полное Ихтеопатологическое Вскрытие Потому что В общем Жалко Ну Чтобы Вжабровым Полость Лезть Не полезем Тогда Просто Подождем Через Некоторое Время Они Просто У нас Будут Проходить Карантин Увидим Увидим Да Ничего Нет Можем На Большом Увеличении Посмотреть Всякие Глыбки Слизи Чистенькие Карпики Вполне Себе Здоровые Рыбки Нет Нет Ничего Вуалевый Вот Так Я не вижу Ничего Даже Бактерии Особо Сейчас мы Сейчас Тут У нас Увеличение Очень Большое Это В общем То У нас А нет Это Пока Не Сороковка Это 10 На 10 100 И Почти В 6 Раз То Есть Вот Увеличение Где-то 600 Раз Примерно Вот И Ничего Кроме Вот Комочков Слизи Причем Не Очень Обильных Мы Не Видим Сейчас Поставим На Сороковку Уже Чтобы Хоть Чего-то Отыскать Вот Слизь Здесь Нам Ну Вообще Удивительно Даже В общем Бактерий Толком Нету То есть Видимо Рыба Перед Отправкой Была Обработана Очень Хорошо Да Показать Нечего Ну ладно Когда будет Тогда Покажем Вот Не первую Не последнюю Мы Рыбу Получаем В данном В данном В данном Случае Вот Тайские Карпики Оказались Очень Чистенькими Уже Продолжаем Теперь Нашу часть Четыре Аквариума В которых Рыбки У нас Живут И Продаются А видов Рыбок У нас Сейчас Четыреста Четыре Из этого Следует Что В некоторых Аквариумах Приходится Содержать Сразу По Несколько Видов Рыб Потому Что Еще Некоторые Аквариумы Заняты Рыбами Вот Такими Которых Смешивать Вредно Ну Допустим Это Вот Здесь У нас Коллекция Разных Даню Даню Угло Вот И Им Желательно По раздельности Посидеть Потому Что Ну Вот Если Мы Допустим Смешаем Этих Этих А Это Разная Рыба Вот Здесь Свет Кажется Одинаковым Очень Много Зависит От Вообще Вот Источник Освещения Вот Конечно Если Их Вообще Смешать То Различить Их Будет Невозможно Вот Салатники Они Чуть Вот Другие В общем Да Они Все Сидят Значит По Отдельности А место Они Порядочно Занимают Хоть Даже И Баночки Маленькие Вот А В некоторых Местах У нас Сидит Сразу Несколько Рыбок Где-то Еще Сидят Вот Земноводные Тритоны Лягушки Вот Эти Тритоны Неспокойные Достаточно Лягушек Не кусают Вот Все Кстати Едят Хорошо Гаэскарел Можно Бросить И Посмотреть Как Это Будет Выглядеть Сейчас Оно Тонет Сейчас До них Что-то Что-то Начинает Доходить Начинают Подозревать Что Еда Так Что Вот Гаэскарел Вполне Можно Тритон Накормить Лягушки Даже С большей Охотой Будет Меньшую Фракцию Собираются Я-то Хотел Показать Как Нам Накормить Рыб Вот Тут Например Вот Смотрим Вот Тут У нас Такая Вот Есть Крупные Рыбы Метинис Тигровый Интересная Такая Рыбка Рыбка С таким Названием Сложная Гви Анакара Суринамская Вот Ну И здесь же Вот Красные Эти вот Анцы Ну конечно В такой Компании Поесть Не так Просто Посмотрите Ну казалось бы У нас Для анциструсов Есть корм Такой Вот Тонущие Палочки Вот ГСК Фитостикс Казалось бы Для анциструсов Бросили Они поедят Но И Метинисы Полосатые И Самые Гвианакары Они Начнут Эти палки Есть Просто С полным С полным Аппетитом Ну Подхода Два Бросить Столько Палок Чтоб Они Объелись И ансамб Тоже Что-то Осталось Не Очень Прокатывает Потому Что Они Сожрать Их Могут До Состояния Вообще Полного Обжорства И Все равно Конечно Бросим Много И Посмотрим Они Эти Тоже Фитопалки Потому Что Метинисы В общем-то В достаточной Степени Травоядные Самые Гвианакары Они Все Едят Вот И Рот Тоже Достаточно Большой Ну Так Или Иначе Пока Вот Там У нас Анциструс Начинает Расчухивать Тоже Им Сколько Этих Палочек Достаточно Будет А Ну Вот Я Бросил Так Ну Вот Они Тоже Сейчас Успеют Погрызть Фитостиксы Но Все Равно Сейчас Эти Ребята Они Проглочат Первую Порцию И Эти Фитостиксы Доедят А Анциструсов Тут Достаточно Много Я На самом Деле Просто Посыпаю Еще Что Хотел Показать Когда У нас Весь Диапазон Кормов Есть То Можно Еще Просто Посыпать Елку Которую На фоне Этих Больших Вкусных Палочек Крупная Рыба Не Станет Собирать А Значит Анциструс Будет Тут В течение Часа Ползать И Отыщет Все Вот И То Что Этот Корм Полежит У нас Больше Рекомендованных Несколько На минуту Ничего Страшного Нет Посыпем Пруста Эски Вот Так Вот Она Что Тонет И Этим Анциструсом Тут На полдня Теперь Занятие Все Это Дело Выбирать И Собирать И Таким Образом Мы В такой Смешанной Посадки Накормили В общем То В итоге Всех Нет Тут Конечно Перед Камерой Сгорячая Этих Палочек Бросил Несколько Больше Чем Вот Надо Ну Пусть Лежат В принципе Не Страшно Я Думаю Что Через Полчасика И Исчезнет Все Равно Все Вот Ну Вот Рядом Тут Тоже Смешанная Посадка Вот Здесь Тактика Такая Мы Сначала Элочкой А потом Придем Уже С Мотылиом Либо С Артемией Вот С тем Чтобы У нас Угри Поели А пока Все могут Поесть Вот Эти ребята Элкой Вот Они Наедятся У них Тонус Пищевой Значит Упадет И Буквально Через Несколько Минут Мы Можем Сможем Накормить Угрей Вот Они В принципе Собирают Эмку Ну Не будем Сейчас Давайте Мы их Накормим Мотылем Вот Ну Что У нас Тут Уже Лягушки Все Уже Подъели Вот Здесь У нас Сегодня Очень Щедрое Кормление Кормим Кормим Моногуанцев Очень Хорошо А вот Тут Вот Прямо У нас Сегодня Пиршество Все Недят Сколько Хотят Ну Похоже Что Еще Вчера Их Тоже Очень Очень Хорошо Накормили То есть Рыбки У нас Никак Не Голодают Я Тут Когда Тренировался Делал Этот Фокус Напоказ Было Все Живее Сильно Но Видимо Хорошо Накормили Напоказ Делать Тяжело Тем Более В живом эфире Здесь У нас Маленькие Хромисы Я Сейчас Брошу Элку Виска Л Во-первых Чтоб Поела И мать Героиня Во-вторых Может быть Она Будет Разминать Им Некоторые Хромисы Это делают Хорошо Но С этой Чуть Пока Не Получалось Хотелось Отснять Показать Она Сама Все Съела Она Вот Она Должна Что-то Сплевывать Может Еще Раз Там Немножко У нас Плавает Еще Кто Говорит Что Он Только Тонет Он Еще И Плавает Как Обычно С гаком Перед Камерой Должна Она Все-таки Начать Разминать Когда Много Еды Осталось Мать Героини Детям То Надо А Как Дети Как Жидеть Это Дети Это Как Жидеть Это Не Не Да Ваш Ну Бывает Что Очень Здорово Просто Вот Она Вот Так Некоторые Жуют И Выплевывают Очень Прямо Облачко Такое Вот Нет Не Выходит У нас На Показ Она Сторожит Хорошо Ото Всех А Кормить В Общем То Мама Не Опытная Ладно Вся Надежда На Улиток Няник Которые Подъедят Все Лишнее Вот А Эти Будут Ждать Сейчас Декапсулята Принесем Так Ладно Едем Дальше Очень Рекомендую Для Владельцев Маленьких Баночек Вот Вот Такой Вот Вилл Он Маленький И Они Как Ящерицы Тут Может быть Цвета Особенного Нет Но Очень Такая Веселая Подвижная Компания Просто Вообще Интересно Наблюдать А В аквариумах Они Буквально Себе Как Ящерицы Норки Отдельные Строят Бегают От Норки Копи Норки Покормить Можно Виска Месточка Сейчас Будут Собирать Очень Такие Интересные Подвижные Рыбки Вообще Просто Бойкие Есть На что Посмотреть Аквариум Будет Всегда Веселым И Опять Очень Хорошо Собирают Если Где-то Какая-то Крошка Завалилась То Все Будет Отыскано И Съедено Как Раньше Говорили Рыбки Санитары Аквариума Вот Прям Такие Мега Санитары Собирают Здорово Очень Все Еще Они Моргают Еще Они Моргают И Чуть Не Бегают На Этих Пловничках И Они Не Злые Часто Бывает Что Эти Рыбки У которых Своё Пастбище Они Просто Бьют Дружку Смертным Боем Что Это Моя Территория И Все Мы Отсюда Прогоняем А Эти Нет Эти Такие Достаточно Коллективные То есть Вот Их Много Но Они Друг Друг Вообще Не Шпыняют Никак То есть Очень Очень Хорошо Они Живут Можно Взять Сразу Несколько Штук Рыбка Дешевенькая И Большие Нагрузки Для Аквариума Несет Даже В Маленькую Баночку Литров На 15 Можно 5 Штук Взять И Будет По В аквариуму Такая Веселая Компания Бегать Очень Забавная Просто И Растут Они Несильно То есть Не будут Они Большими Крупными Кому Нравится Движ В аквариуме Вот Очень Интересный Вариант Пусть Мы Серенькие Но Мы Веселенькие А Герой Главный Вон Какой Уже Герой Главный Сейчас Мы Оттуда Шуганем Слегка А Где он Там Он Плавал У передней Стенки Телефон Увидел Не Убежал Поза У него Знатная Анциструс Дети Вот Фитостикс Тон Очень Хорошо Сейчас Соберутся Чуть Чуть Если Подождать То Соберется Все У них У всех Реакция Это Через Некоторое Время Поэтому Мгновенно Ожидать Продолжение следует Продолжение следует